Совсем недавно, на прошлой неделе, Дмитрий Алексеевич уже встречался с нашим районным совета ветеранов и обсудили ряд мероприятий, которые именно связаны с деятельностью Дмитрия Алексеевича совместно с районной администрацией и районным совета ветеранов о мероприятиях по подготовке и проведению 70-летия освобождения района от фашистских захватчиков. Этот план или мероприятие предусматривает большой комплекс всевозможных дел. Дмитрий Алексеевич этой категории людей выделил средства для того, чтобы вручить им продуктовые наборы. Всего в Чугуевском районе сейчас проживают 125 участников боевых действий, говорит Леонид Борисов. Всем им были розданы продовольственные наборы, полезный и практичный подарок 70-летию освобождения Чугуевщины от фашистских захватчиков. Первым населенным пунктом, куда вместе с Леонидом Борисовым заглянула наша съемочная группа, стала Малиновка. Всего в этом поселке проживают 10 фронтовиков, говорит инспектор военно-учетного стола Малиновского постсовета Любовь Иевлева. Это первая задача у нас участников боевых действий. Есть у нас афганцы, чернобыльцы, помогаем тоже. Но этих уже осталось, они же старенькие. Они прошли войну, молодые мы, в 17 лет пришли на войну. А что такое 17 лет? Только из школы, и сразу подружжет. Всем десяти малиновским фронтовикам работники постсовета раздали продуктовые наборы Дмитрия Шенцева. К двум из них Леонид Борисов приехал лично, чтобы поздравить с юбилейной датой освобождения, сказать спасибо за самоотверженность и мужество. Юрий Николаевич Рыбалко гостям искренне обрадовался, поблагодарил за внимание и поделился воспоминаниями о том, как гнали фашистов с нашей земли. Юрий Николаевич принимал участие в освобождении Сталинграда, прошел всю войну. Несмотря на почтенный возраст, ветеран бодр духом, не теряет оптимизма и здорового чувства юмора, но с долей грусти отмечает, нынешнее молодое поколение не такое самоотверженное, не так беззаветно предано родине, как они 17-летними, ушедшие защищать страну от врага. Со слезами на глазах вспоминают военные годы и супруги Долбиевы, Иван Васильевич и Наталья Федоровна. Но все, говорят, пережили, были молоды, полны сил и надежд, верили в себя, а главное, стояли за правое дело. В то время как-то оно не замечалось. Молодые были, а сейчас старый с подхода, тяжко старого уже доживаться. Приживем как-нибудь. Пожилые люди рады не столько подарку, сколько вниманию, тому, что о них помнят, что они кому-то все еще нужны. А как может быть иначе, ведь это благодаря им мы все живем на свете, имеем возможность строить планы, работать, любить, растить детей. Лилиана Решетникова, председатель совета ветеранов поселка Исхар, куда мы приехали сразу после визита в Малиновку, говорит, людям почтенного возраста невероятно важно чувствовать себя нужными. Не важно им что-то получить, а важно то, что о них помнят. Когда смотришь в их глаза, то понимаешь, что этим людям нужно только внимание. Слава Богу, правительство о них заботится, получают о них хорошую пенсию. Они материально обеспечены, а вот внимания мало, и, конечно, мы стараемся общаться. Я по телефону с ними общаюсь, они мне сами звонят. Если что-то надо, какой-то вопрос, конечно, мы стараемся решить. В поселке Исхар 15 участников боевых действий. Один из них Николай Егорович Шингарев, уроженец Зарожного, прошел всю войну. Потом приехал в поселок Исхар, где долгие годы преподавал математику в местной школе. Николай Егорович на заслуженном отдыхе не сидит сложа руки. С ранней весны до поздней осени трудится на небольшом огородике, а также имеет увлечение. Пишет стихи. Одно из последних стихотворений 90-летний ветеран посвятил грядущему Дню Защитника Отечества. Много праздников в жизни бывает, как различны по смыслу они. Но ценнее, чем этот, память не зная. Это День Защитников нашей страны. В этот день вспоминаем быдые годы, и победные шумные тризны сохранили, они их память всегда, защитников Родины нашей отчизны. Покинув гостеприимный дом Николая Шингарева, направляемся на соседнюю улицу к фронтовику Ивану Митрофановичу Савченко. Руководитель районной приемной Дмитрия Шенцева Леонид Борисов и Исхаровский поселковый голова Анатолий Легкошерст вручили ему продовольственный набор от народного депутата, побеседовали с ветераном. А Иван Митрофанович, в свою очередь, поблагодарил за внимание. Благодарность Дмитрию Шенцеву выразил и Исхаровский поселковый голова Анатолий Владимирович говорит, поддержку народного депутата поселок ощущает постоянно. В прошлом году, к примеру, Дмитрий Алексеевич помог с ремонтом памятника воинам-освободителям. Сейчас вот прислал продукты. Есть планы и на ближайшее будущее. В этом году есть такое, так сказать, пожелание и есть одобрение со стороны нашего народного депутата Дмитрия Алексеевича. Он поддержит изготовление этих памятных плит нашим землякам. То есть ему большое спасибо за такое, так сказать, понимание и активную помощь нашим ветеранам. А на следующий день наша съемочная группа вместе с Леонидом Борисовым приехала в поселок Отчеток. Мы посетили нескольких фронтовиков, в том числе и Любовь Смитскую, председателя Совета ветеранов Кочетка. Женщину невероятно волевую, с нелегкой судьбой, ушедшую на войну 16-летней девочкой, прошедшую все ее тяготы и лишения. У нас ветеранов осталось мало. Мы не только с каждым годом, а с каждым месяцем уходим. Вот в 2012 году с поселка Отчеток ушло 6 ветеранов. И пройти такую войну, как прошли мы, это не так просто. Ведь нам, ветеранам, не стереть из памяти те годы, когда земля горела под ногами, когда горели города и села, но были молодыми мы. Сейчас, в настоящее время, Дмитрию Алексеевичу Шенцеву, просто как мать, хочу просто его поблагодарить за то, что он в настоящем делает. Что он как-то к людям с душой. А если у человека есть душа, то всегда это потом ему 10 раз вернется хорошее. Дмитрий Шенцев старается сделать для фронтовиков как можно больше. Продовольственные наборы – лишь малая толика. В планах при поддержке районной государственной администрации и районного совета благоустройство братских могил, ремонт памятников, установка в каждом населенном пункте района, мемориальных плит с именами всех, без исключения фронтовиков Чугуевщины. Предусмотрено также, что и обратились в целом районные организации в том, чтобы изготовили такую памятную доску возновинования людей района, которые для быстрейшей победы внесли свои вклады в сбережение строительства танковой колонны, эскадрильи, самолетов, которая была построена в годы войны именно на личное сбережение граждан. И рад других вопросов.